Дорогая Церковь, дорогие братья и сестры, уважаемые гости, которые посетили наш Дом молитвы, вы знаете, всякий раз, когда проходит вот такой праздник жатвы, благодарения Господу, мы всегда должны помнить о том, что этот праздник, несмотря на свою яркость, свое богатство, свое изобилие, он имеет всегда двойное значение. Как люди земли, рожденные водами, имеющие тело, имеющие потребность в хлебе насущном, в питьевой воде, в других нуждах, мы всегда будем зависимы от Господа. И прекрасно, когда мы имеем благодарное сердце, как сегодня брат говорил, и отмечать и благодарить Бога за то изобилие, что нам посылал вовремя, всегда, особенно в нашей стране, в которой мы живем, в которой он поселил. Но, братья и сестры, мы, как жители неба, мы всегда должны помнить о том, что у нас есть еще одна цель – пройти достойно жизнь на этой земле, чтобы, оглядываясь вместе с полнопевцем Давидом на свой пройденный путь, могли сказать в 15-м псалме, в 6-м стихе, он сказал так, «Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня». Братья и сестры, я бы хотел сегодня вместе с вами предложить одну тему, и для этого я предлагаю прочитать вместе с вами текст Священного Писания, который записан в Ветхом Завете, книга пророка Иезекииля. У кого есть Библия, давайте откроем 18-ю главу, прочитаем 3 стиха первых. Книга пророка Иезекииля, 18-я глава, будем читать с 1-го стиха. «И было ко мне слово Господне. Зачем вы употребляете в земле Израилевой эту пословицу, говоря, отцы наши ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина. Живу я, говорит Господь, Бог, не будут впредь говорить пословицу эту в Израиле». Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, почему я прочитал этот текст Священного Писания на праздник Жатвы? Вы знаете, дело в том, что в начале года, когда мы рассуждали, чтобы нам как-то провести этот год, сконцентрироваться на какой-то одной теме, и мы каждый год, вы знаете, мы избираем какую-то тему, мы рассуждаем, проповедуем, исследуем те или иные вопросы, и мы говорим в этом году о семье, помните, да, друзья, мы согласились, что мы уделим внимание ценностям христианской семьи, мы проводили определенные общения, встречи братьями, отцы, сыновья, мы выезжали на природу, мы имели вместе завтрак молитвенный, сестры наши собирались вот с девочками, с дочерьми, мы проводили несколько, Бог дарал возможность, когда была погода, возможность, проводили церковью на природе вместе. Поистине, это очень важно, друзья, чтобы в церкви были хорошие, дружные, здравые христианские семьи. Это очень важно, друзья. И вот во свете этого праздника, мне хотелось бы как-то объединить, может быть, в одно, во свете этого события, когда мы видим плоды, друзья, мы должны помнить, что в этих плодах, которые находятся сегодня, у них есть тоже, скажем, родители, условно, правда, где-то яблоки и груши, где-то эти плоды были выросли на каких-то ветвях, что-то их питало, взаимосвязь между корнем и плодами, очевидно, друзья. И поэтому мне хотелось бы сегодня вместе с вами поразмышлять о том, что в нашей жизни, как родителей, обязательно есть плоды, правда? И наша жизнь, как родителей, как отца и мать, обязательно имеет какое-то последствие, влияние на последующие поколения моих детей, даже внуков и правнуков. Итак, друзья, перед нами текст Священного Писания, и он начинается с вопроса Бога. У Бога есть вопрос, и Он говорит так, зачем вы употребляете в земле Израилевы эту пословицу, говоря, отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомных. И в вопросах, в вопросе Бога мы видим, как бы его, как бы недоумение, вопрос, зачем, братья и сестры, о чем идет речь? Речь идет о очень важном, серьезном вопросе, корнями уходящими в заповеди Господа, которые Он оставил в десять заповедей, друзья мои. И этот заповедь гласила следующее, друзья, давайте мы откроем еще один текст Писания, книга Исход. И вспомни то время, когда Бог давал десять заповедей своему народу Израилевым, которая определяла ихнюю религиозную, социальную жизнь, их отношение с Богом, их отношение друг с другом. Смотрите, что Господь когда-то заповедал. Так, книга Исход, 20 глава, 5 стих прочитаем. «Ибо я, Господь, Бог ревнитель твой, Бог ревнителен, подчеркивает, наказывающий детей за вину отцов, как долго? До третьего и четвертого рода, ненавидящих менях». Братья и сестры, это очень сильное, серьезное было предупреждение. Я думаю, что народ израильский, когда слышал вот это повеление, эти требования, это заповедь, оно повторяется в книге Второзакония, 5 глава, 9 стихом. Книга Исход, 34, 6 по 7 стих, опять Бог говорил. Друзья, что происходило на практике? Бог говорил, Отец, «И если ты будешь не повиноваться мне, если ты будешь грешить, знай, что ты будешь наказан не просто только ты, но будешь наказан в детях, внуках, правнуках до третьего и четвертого рода». Это было очень серьезно, друзья мои. Почему? Первая причина, во-первых, об этом для того, чтобы истребить зло из среды Израиля. Братья и сестры, зло имеет катастрофическое последствие. Зло, подобно генетике, оно передается, знаете, от сердца к сердцу, друзья мои. Настолько Бог знал, что сила зла, сила греха настолько сильна и для того, чтобы остановить зло в Израиле. Бог наказывал. И когда отец видел своего сына болящимся, приходили какие-то страдания, горе, он видел в внуках, друзья мои, и он понимал. И это было, может быть, тоже необходимо для того времени, когда люди осознавали, раскаивались. Это было сдерживающей, важной силой, аргументом. Эти были те границы, которые Бог поставил для своего народа израильского. Вторая причина, почему Бог это делал в народе израильском, заключалась в том, что факт наказания людей за вину отцов до третьего, четвертого поколения объясняется структурной древнееврейской семьи. Что происходило? В котором решения принимались и коллективно. То есть это не было решение одного отца. Структура древнееврейской семьи заключалась в том, что отец принимал решение коллективно со своими сыновьями, посоветовавшись. И, соответственно, вина и последствия пожиналась тоже коллективно, тоже поколениями. Пророк Еремия, обратите внимание, в плаче Еремии, когда он изливает свое сердце пред Господом, когда он находился и видел результат того, что народ Божий терпит, несет, он говорит такие слова. Книга «Плач Еремия», 5-7 стих. Откройте, пожалуйста, братья. Смотрите, как он говорит, «Отцы наши грешили, их уже нет, а мы несем наказание за беззаконие их». Друзья мои, обратите внимание, настолько было ясно, для них это было понятно. Отцы грешили, их уже нет, а мы несем наказание за беззаконие их. И пророк Езекииля, которого мы прочитали, он тоже прекрасно понимал, что происходит, потому что они находились в плену в Вавилонском. Он был уведен, числа многих иудеев, в плену в Вавилонском, и он видел, что происходит. И они прекрасно понимали. И обратите внимание, друзья, происходит нечто удивительное, очень важное, друзья мои, для народа израильского. Сам Господь обращается к Своему народу и говорит эти слова, «Было ко мне Слово Господне». О, эти слова очень часто можно встретить на страницах Писания. И пророк Езекииля слышал, когда Господь обращался, «Было ко мне Слово Господне». И очень часто Господь произносил Свой снова суд, Своё определение. Но здесь произошло что-то удивительное. Здесь произошло что-то удивительное, то, что заставило услышать, остановиться. И Бог говорит, «Зачем? Господи, что Ты делаешь?» Бог вносит изменения в Своё законодательство в жизнь народа израильского. Мы с вами прочитали в книге «Второзаконие», это было в 5 глава, 9 стихом, о том, что будут дети пожинать вину своих отцов. Обратите внимание, что говорит Господь, 24 глава, 16 стихе. Обратите внимание, «Отцы не должны быть наказываемы смертью за детей, и дети не должны быть наказываемы смертью за отцов». И подводит Господь вердикт, каждый должен быть наказываем смертью за своё преступление. Братья и сестры, вам понятен содержание этого стиха? Вам понятно вот это изменение, что произошло в народе израильском? И когда мы смотрим, друзья, у нас нет времени сегодня, прочитайте, пожалуйста, дома всю 18 главу книги пророка Езекииля, где Господь подробно объясняет, Он понимает, что невозможно, невозможно вот продолжалось, чтобы это всё время. Помните, был в народе израильском, когда Господь давал повеление побить камнями за тот или иной грех? Помните, да? Сколько, думаю, таких было моментов? Сколько было произнесено и совершено этого суда Божья? Скажите, человек изменился? Человек перестал грешить? И когда привели женщину, взятую прелюбодеянию, да, эти люди охотно подхватили, говорит, Моисей сказал и в законе написано, но Господь останавливает. Прошло время с того момента, когда книга пророка Езекииля была написана, когда Господь зачем вы это делаете? Я отменяю! А люди по-прежнему хотели побивать, друзья, где-то сидит в плоти, в крови нашей и сегодня. Мы тоже не против иногда взять камень. Друзья мои, смотрите, что Господь говорит в книге пророка из Езекииля. Смотрите вот в этой главе, он говорит так, 19 стих, братья, откройте, пожалуйста, этой главы. Вы говорите, они задают вопросы, Бог предполагает, что будет какой-то диалог, вопрос, Господи, а что произошло? И он говорит, смотрите, вы говорите, почему же сын не несет вины отца своего? Потому что сын поступает законно и праведно. Все уставы мои соблюдает, исполняет их, он будет жив. И дальше, душа согрешающая, она умрет. Сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына. Правда праведного при нем и остается, и беззаконие беззаконного при нем и остается. Друзья, Бог изменяет структуру законодательства и говорит, друзья мои, теперь вы ответственны за свои грехи каждой предо мною. Если ты, отец, грешишь, а твой сын пошел путями праведными, путями чистоты и святости, он впредь не будет наказываем. И вы знаете, кто-то сказал, что интересно отметить книги пророка Еремии. Друзья, позвольте еще немножечко, это очень важно в контексте нашего рассуждения сегодняшнего праздника. Книга пророка Еремии, 31 глава, пророк Еремии тоже об этом но смотрите, в какой последовательности записаны следующие слова. Смотрите, пророка Еремия также говорит 31 глава 29 стиха. В те дни уже не будут говорить овцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскобина, но каждый будет умирать за свое собственное беззаконие. Кто будет есть кислый виноград, у того на зубах и оскобина будет. 30 стих заканчивается и 31 откройте, пожалуйста, братья, потрясающая картина. Смотрите, что пророк дальше говорит. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Братья и сестры, знакомо вам слово? Новый завет. И что же этот новый завет предполагает? Какие условия этого нового завета? Как будет сохраняться вот эта преемственность, ответственность перед своими последующими поколениями? Смотрите, 32 стих. Не такой завет, какой я заключал с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывезти их с земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. 33 стих. Но вот завет, который я заключу с домом Израилева после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его и буду их Богом и они будут моим народом. Братья и сестры, кто-то очень правильно заметил, что два великих пророка Ветхого Завета, пророки Езекииль и пророки Еремия приблизились максимально в своем Ветхозавете богословие к своей вершине. И вот то, что мы прочитали сейчас уже пророка Еремии в Новый Завет, они уже показывают, как луч пробивается Нового Завета, новый закон. Вложу в сердца, братья и сестры, и так мы понимаем, что произошло. Бог остановил, Бог прервал. Вы знаете, как служитель, как душепопечитель, мне приходится много беседовать с людьми, рассуждать, говорить о судьбах, выслушивать переживания, горе, множество вопросов. И вы знаете, мне приходится слушать, и сегодня это актуально, когда люди говорят о каких-то родовых грехах. И сегодня некоторые практикуют это, нужно, говорит, разорвать какой-то родовой грех, какую-то цепь. Вот мой прадед там грешил, вот теперь мы пожинаем это, мои дети, внуки, предлагают какие-то формы, модели, молитвы, еще что-то. Хорошо, хоть не заклинание. Братья и сестры, абсолютно неверно, нету основания о священном писании, родовых грехов, друзья мои. Мы четко, ясно прочитали с вами, где Господь говорит, третий стих, интересно, третий стих, живу я, говорит Господь Бог, не будут вперед говорить пословицу эту в Израиле. И четвертый стих, ибо вот все души мои, как душа отца, так и душа сына мои, душа согрешающая, та умрет. Братья и сестры, но и все же, вот во свете этих рассуждений я бы хотел сегодня поговорить еще об одной теме, еще об одном вопросе. Бог отменил наказание за грехи родителей. Ну, возникает вопрос, скажите, а Бог снял ответственность личной жизни, личного примера, личного хождения пред Богом с нас, родителей. Скажите, есть ли взаимосвязь между корнем и деревом, есть ли взаимосвязь между жизнью отцом и его детьми, его родителями, или часто говорят, отгораждаются, говорит, сын, ты достиг 21 лет, все, что я сделал для тебя, ты теперь дальше иди. Будешь ходить в церковь, ответственность несешь ты, будешь ты спасен, ответственность ты. Знаете, братья и сестры, не согласен. Не согласен. Вижу и нахожу в своей жизни, в текстах Писания, которые будем рассуждать, есть промая связь между жизнью отца и последующей жизнью сына и внуков. Потому что апостол Павел в послании Галатам говорит, 6 глава, не обманывайтесь, Бог по ругам не бывает. Что человек посеет, то что? То он и пожнет, друзья мои. Что человек посеет, друзья, а мы как родители, мы же ответственны за посев, правда? И мы участвуем в этом посеве. Мы настолько соединены с нашими детками, друзья мои, мы даже трудно представить, настолько мы соединены. когда еще мама носит свою ребеночка. Ее жизнь, ее характер, тем, как она переживает, то ли она нервничает, то ли она спокойна, что она читает, что она слушает, друзья мои, оно отражается на ребеночке в будущем. Друзья, это очень важно, это действительно подтверждает. Если мама живет чистым Господом, словом Его, она за это время пребывает вот у Господа, знаете, вот этого источника воды, будьте уверены, друзья мои, у нас церковь растущая, мы благодарны Господу за потомство, за рождение деток, настолько важно взять этот период жизни. Ребеночка обязательно последует, отражается все, мелочей нету. Ну, извините, друзья, если мама 9 месяцев будет находиться в одноклассниках, то ребенок тоже будет, найдет себе одноклассников. Когда мы приходим в крачу и мы записываем определенные там бумаги, например, хотим пройти медицинское какое-то обследование, скажите, задают, встречали вы эти вопросы, болели ваши семьи, родители ваши, скажем, определенными наследственными болезнями, такой, как сахарный диабет, встречали вы с этим? Почему не задают вопрос, какое отношение имеет? Мама наша болела сахарным диабетом, и члены нашей семьи, несколько человек тоже болеют сахарным диабетом. Я знаю случаи, реальные случаи, вы знаете, например, какая-то болезнь, тяжелая болезнь, может, такие, как канцер. Папа болел, прошли годы, дочь заболела этой болезнью и ушла в вечность. Друзья, и таких случаев очень-очень много. Друзья, мы соединены с нашими детками, с нашим потомством, нашим наследием. И вы знаете, я бы хотел сегодня поговорить, а что же мы можем посеять? Что можно сегодня посеять, какие есть семена, которые в будущем мы действительно можем увидеть благословение в наших детях и в нашем потомстве. Есть бесценные, непревзойденные богатства, которые отец и мать могут передать каждому ребенку, друзья мои. И знаете, что это? Это Божье благословение. Братья и сестры, мы хорошо знаем текст Писания, который говорит, Божье благословение, оно обогащает, и что? И печали с собой, и правда, не приносим, друзья мои. Но что это значит? Если бы родители до конца понимали действия духовных законов на будущее их деток, друзья мои. Если бы мы, родители, понимали действия духовных законов, и понимали, что наши личные взаимоотношения с Богом сейчас во многом определяют будущность наших детей. Друзья, как мы дорожили временем, как мы дорожили теми, то, что Господь дает, как мы дорожили изучением Писания, как мы дорожили Церковью, служением, друзья мои. Обратите внимание, когда мы смотрим на книгу Второзакония, 11 глава, 26 и 28 стих. Смотрите, как Господь говорит, вот я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Благословение, когда, если послушаете заповеди Господа Бога вашего, а проклятие, если не послушаетесь заповедей Господа. Друзья, как просто, правда. Говорит, если вы послушаете заповеди Господа, вы будете иметь благословение, так, помните, Господь говорит, так избери жизнь, чтобы жил ты, и что? И потомки твои. Изберите жизнь, но при условии, если вы будете слушать заповеди мои. Это слово. Друзья, мне очень нравится текст Писания, книга Псалмов, 111, Псалом. С 1 по 3 стих, смотрите, какие там слова записаны. Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его. Казалось бы, просто, да? Счастливый, блаженный муж, первое условие, он боится Господа. Прекрасное качество, он страх Божий имеет. Второе, он крепко любит Его Слово, Его заповеди. И вот смотрите, результат, друзья, это посев. Отец, этот муж, он сеет, он любит Господа, он находится у источников этой воды живой. Смотрите, результат какой. Сильно будет на земле семя Его. Род правых благословится. Обилие и богатство в доме Его. И правда Его пребывает вовек. Друзья, это обещание, обетование, слова Господа. Сильно будет Его семя, то есть продолжение. А все так просто. Страх имеет человек. И заповеди Господа любит, и Слово Его губит, и Его любит. Братья и сестры, правильно, чистая и богобоязненная жизнь. Родители являются тем нетленным семям. Помните, сеющий в дух, он будет пожинать жизнь вечную. А сеющий в плоть пожнет свое тление. Итак, семена, братья и сестры, семена, которые мы можем сеять, это благословение. Но благословение эти условия, когда мы любим Господа, исполняем Его заповеди. Мне очень нравится, знаете, один персонаж, одна личность, один благословенный человек в книге Священного Писания, в книге Паралипоменон, его зовут Иавис. Вы знаете, когда мы читаем первую книгу Паралипоменон, девять глав идет просто описание родословия. Идут просто имена, имена колен Израилевых. Читаем, 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 просто имена, ни о чем не говорят. И потом, вы знаете, когда мы читаем 4 главу, 10 стих, там написано так, ну, во-первых, написано прежде, немножко о нем, 4 глава, 9 стих написано так, Иавис был знаменитей своих братьев. Мать дала ему имя Иавис, сказав, я родила его с болезнью. Значение имени Иавис означает приносящий огорчение. Имя Иавис означал приносящий огорчение. И мать ему дала это имя. Но вы знаете, может быть, действительно в своей жизни он видел какие-то конфликты, непонимания. Он чувствовал, почему мне дали такое имя, приносящий огорчение. И вы знаете, что случается в его жизни? В 10 стихе этот человек обращается к Богу следующими словами. И возвал Иавис к Богу Израилеву, сказал, «О, если бы ты благословил меня твоим благословением!» Друзья мои, можем себе представить человека как бы неудачника, который приносил огорчение и даже мать его назвала. И он увидел в своей жизни, он обратился к Богу, возвал, я думаю, был это вопль человека. «О, если бы ты благословил меня не просто чем-то, но твоими благословениями!» И дальше он спросит, «Распространил пределы мои! Рука твоя была со мною, охраняя от зла!» И обратите внимание, чтобы я не горывал! И вы знаете, Бог услышал молитву этого человека. И мы читаем, Бог не спасал ему, чего он просил. Неудачник. Мама имя такое дала, приносящий огорчение. Он просил не только о себе благословения, он просил для потомства своего, чтобы распространил пределы его, чтобы там и во внуках, и правнуков было благословение. Друзья мои, Богу понравилась эта молитва. И написано, что Бог услышал его и не спасал, чего он просил. Дорогая церковь, дорогие отцы, дорогие дедушки, мы можем сегодня сеять это драгоценное семя, благословение Господне, которое обогащает печаль и с собой не приносят в наших детях и в наших внуках. Когда будем бояться Господа и любить Его заповеди. Это первые семена. Они в наших руках, дедушки и бабушки. Какие еще семена можно сегодня посеять, друзья? Это личный пример. Это тоже семена, которые мы сеем в нашей семье. Это личный пример, который мы оставляем нашим детям. Вы знаете, когда мне было 20 лет, я отслужил Советскую Армию. И после Советской Армии, после как-то вернувшись домой, мне захотелось просто посетить мою деревню, где я родился, где прошли мои годы детства, 10 лет, где похоронен наш папа. Как-то захотелось поехать туда, как мы говорим, на родину. Я поехал туда, прошелся по деревне, посмотрел домик, посетил могилу отца и возвращался. И одна бабулечка, старенькая, старенькая, стояла как-то на калиточке, вот позвала меня, я подошел, она так посмотрела на меня, говорит, ты Володин сын? Я говорю, да. А как вы меня узнали? И походка твоя, и лицо твое говорит о том, что ты Володин сын. Вы знаете, в этом году мы с молодежью имели прекрасное, благословенную поездку в Молдову, находились там, проводили лагерь. И после Молдовы я со своим сыном, которым 20 лет сейчас, я предложил, говорю, сынок, давай мы поедем там, где ты родился. Он 20 лет не был, ему было годик, когда мы уехали. Мы приехали с ним, были всего лишь 3 дня. И когда мы были в церкви нашей, где мы начинали служение с Людой, там, где он родился, там, где его благословляли, одна сестра пожилая подошла ко мне и говорит, это твой сын? Говорю, да. И походка, и лицо, все твое. Братья и сестры, мы семья, семена не только во внешности, не только наши жесты, не только наша походка, не только наши лица, а мы передаем намного больше, мы передаем самые сокровенные, мы передаем те ценности, которые ценны для нас. И хороший пример – это лучшие семена, которые мы можем сеять. И хорошо, когда это примеры, которые оставляют в жизни наших детей прекрасный плод. Вы знаете, прошлые выходные в пятницу, субботу и воскресенье я посетил Нью-Хэмшир-штадт в Манчестере церковь и беседуя с одним братом, он как-то поделился таким личным примером, говорит, когда мне было, может быть, лет 10, мы приехали очень давно, только в начале 90-х годах в Америку, мой отец очень тяжело работал на стройке, не было возможности учить английского языка, и вот получил он чек, и мы пришли с ним в банк, он просил, говорит, сынок, переведи, мне нужно там снять, положить что-то. Мы пришли, совершили эту простую операцию, взяли кэш, сели в машину, и отец смотрит так, вот впервые, может быть, зарплата, посчитал, говорит, сынок, здесь ошибка, кассир дала на 100 долларов больше, я говорю, папа, это же хорошо, нам же деньги нужны, он так посмотрел, нам говорят, сынок, никогда не говори неправду, никогда не обманывай, мы сейчас с тобой пойдем, и мы отдадим эти деньги. Мы пошли в банк, она была удивлена этим поступком, редко кто приходит, приносит деньги, 100 долларов, когда мы сели в машину, я сделал для себя на всю жизнь урок, я никогда не буду лгать, я никогда не буду поступать. Друзья мои, почему? Потому что отец, он тоже посеял эти прекрасные семена в сердце и в душе своего сына, и для меня это стал принцип, я видел жизнь своего отца, тяжело работал, никогда не обманывал ни в чем. Братья и сестры, чешский педагог Ян Каменский писал так, вечным законом да будет учить и учиться всему через примеры, через наставления и применение на деле. Без примера ничему не выучимся, легко следовать правильно за тем, кто правильно идет вперед. Авторы книги «Сеется семя» дают следующие советы родителей по воспитанию детей личным примером. Друзья, позвольте, привести эти несколько примеров, может быть, они останутся в нашей памяти, мы сможем их как-то использовать в своей практической жизни. Первый, будь сам тем, кем желаешь, чтобы стали твои дети. Легко запомнить. Будь сам тем, кем желаешь, чтобы стали твои дети. Второе, чего требуешь от детей, то делай сам. Третье, что запрещаешь детям, откажись от того и ты. Четвертое, заметь в недостатке детей, обрати внимание на свои поступки, на свои слова и свои действия. Пятое, чем послушнее ты будешь Господу, тем больше послушания будут оказывать тебе твои дети. Некто сказал такую фразу, очень полезно, чтобы родители задавали себе вопрос, что думают обо мне мои дети? Братья, задавали вы себе такой вопрос иногда? Что думают обо мне дети? Знаете, мне, братья и сестры, приходилось очень много по служению души попечения иметь встречи, беседы со многими молодыми людьми. И всякий раз, знаете, мое сердце особой болью как-то наполняется, когда дети говорят о непонимании, когда сыновья или дочери говорят, что я не уважаю своего отца или свою мать. Это так больно, друзья мои, это очень трудно. Что-то было сказано, что-то было сделано, что-то было, знаете, посеяно, то, что уже взросло, то, что уже принесли плоды. Если можно, братья, покажите маленькую фрагмент, маленькую картину, наглядное, вот такое небольшое пособие, друзья мои, у нас нет времени. Хотел просто, чтобы в нашей памяти что-то осталось. Простое дерево, правда, а на дереве растут плоды. И часто всего мы просто видим плоды результат того, что дерево когда-то прошло этот процесс, но мы никогда не видим корня, друзья мои. Мы никогда не видим тех процессов, невидимых, которые происходят там в глубине земли, когда корни, они питаются, минералами, влагой и все, что необходимо, друзья. И вот помните, Иисус Христос, Евангелие Луки 6 глава в 43-45 стихе он говорит, нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый, ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирает смог с терновника и не снимает винограда с кустарника. Друзья мои, там есть много того, чем питается наше сердце. И суть этой иллюстрации показать, чем питается наше сердце, чему мы поклоняемся, друзья мои. Если наше сердце поклоняется материальному, друзья, обязательно будут плоды. Если наше сердце ищет Царствие Божие, там будут обязательно плоды. Взаимосвязь между плодами и тем, чем питается наше сердце, друзья, может быть, не всегда будет очевидно в нашей жизни, но она явится в наших детях и в наших внуков. И последняя мысль, друзья. Когда у нас была конференция, мы говорили о Слове Божьем, мы говорили о Писании, о ценности изучать Писание. Мне очень понравился пример, который приводил брат Владимир. Это известный пример, вы его слышали, но, думаю, сегодня, когда мы рассуждаем о взаимосвязи, об ответственности примера Отца и последующими со своими детьми. Мне понравился этот пример, он говорил о том, что группа ученых, люди, которые занимаются вопросами наследственности. Думаю, и каждого, наверное, из вас, может быть, дома есть вот это генеалогическое дерево, то есть есть где-то у нас прапрадедушки наши, потом кто-то следит за этим, собирает все это дерево, знает своих потомков, имена. И вот, знаете, группа ученых, они как бы сделали такой эксперимент, они решили оценить влияние Отца на детей и на последующего поколения. И вот для этого были изучены судьбы потомков двух мужчин, которые жили в одно время в XVIII веке. Они были представителями как бы двух родов. Первым мужчиной был Макс Джукс, неверующий человек, не исполняющий заповеди Господа. Жена его тоже была неверующая. Вот интересно они проследили, какое же влияние они оказали на свой род. Историки исследовали судьбу 560 их потомков. 310 из них умерли в нищете. 150 стали преступниками. 7 были убийц. 100 человек были известны как пьяницы. Больше половины всех женщин той семьи вели аморальный образ жизни. На потомков Макса Джукса правительство Соединенных Штатов потратило более 1 миллиона 250 тысяч долларов. Друзья, как-то вспоминается текст Священного Писания, который мы прочитали с вами вначале. Отцы ели дикий виноград, а у детей на зубах оскомина. Принцип он сохраняется. Джонатан Эдверс был другим человеком, который был прослежен его род. Он был современником Макса Джукса, он был преданным христианином. Его женой стала молодая благочестивая женщина Сара Пьерной, женщина великой веры. Джонатан Эдверс известный пастор, выдающийся богослов, один из величайших проповедников, через которых Господь совершал великое пробуждение в Америке. Их потомки по мужской линии занимали в жизни различные положения в обществе. И вот наследие человека, который чтил и прославлял Бога, оказался весьма достойным. Историки исследовали судьбу 1394 их потомков, этой семьи. Обратите внимание, братья и сестры, на то колоссальное различие. 295 человек закончили колледж. 30 из них стали президентами колледжей. 65 стали профессорами. Трое стали, были избраны сенаторами Соединенных Штатов Америки. Трое стали губернаторами Штатов. 30 человек было судьями. 100 стали юристами. 56 человек стали врачами. 75 человек были офицерами. 100 человек были известными миссионерами, проповедниками. Один человек был ревизором казначейства Соединенных Штатов Америки. И один человек был вице-президентом Соединенных Штатов Америки. Ни один из потомков семьи Эдвардс не имел столкновения с представителями закона. Братья и сестры, какое колоссальное различие и так хочется после вот этого исследования вновь процитировать текст, который мы сегодня слышали. Псалом 111, 1 и 3 стих. «Блажен муж, боящийся Господа, и крепко любящий заповеди Его, сильно будет на земле семья Его, род правых, благословиться». Просестры, знаете, за годы жизни в нашей поместной церкви, а ей уже практически где-то около 30 лет, когда приехали, наверное, первые наши семьи, которые начинали служение в церкви. Мы возросли, и мы четко, ясно видим уже несколько поколений, правда? Мы не только возросли, братья и сестры, но мы сблизились друг с другом, правда? Мы стали роднее, мы стали родственниками. И пройдет еще какое-то время, друзья мои, и мы станем еще ближе. Я думаю, что, может быть, и моя внучка где-то найдет себе вторую половинку, где-то в хоре или где-то в зале, и мы будем еще ближе, друзья. Это хорошо. Но я хотел бы сказать немножко о другом. Давайте сегодня подумаем, что мы сегодня питаемся, отцы. Кислый виноград – это незрелая, это нездоровая пища. Пробовали кислый виноград? Как вы чувствуете? Конечно же, оскомина. Кислый виноград – это не то, что Господь хочет дать сегодня нам в пищу, дорогие отцы, дорогие матери. Он хочет, чтобы мы питались, друзья мои, хлебом Божьим. Слово Его. Вот этот хлеб, который растает прекрасные плоды. Он хочет, чтобы мы питались чистой водой, друзья мои. Он хочет, чтобы мы питались самим Господом. И вот тогда, друзья, этот принцип этой пословицы, которую когда-то остановил Господь в народе израильском, она не будет иметь дальнейшее действие. И тогда мы будем иметь благословение блажен муж, боящийся Господа, и крепко любящий заповеди Его. Сильно будет на земле семья Его, род правых, благословиться. Я верю, что Господь благословит нашу церковь. И тогда будут восходить на эту кафедру молодые братья проповедовать. На это место будут вступать молодые братья грекидовать хором. На это место будут сходить служители, пресвитеры, диаконы, которые будут вести церковь дальше, друзья мои. Это очень важно. Пусть эта мысль останется в наше сердце, дорогие отцы. Что мы сегодня питаемся? Кислым ли виноградом, либо хлебом, водой чистой? И пусть это и благословение мы будем видеть в нас, в наших детях и в наших внуках. Да поможет нам в этом Господь. Аминь. Я приглашаю к молитве, кто желает. Субтитры сделал DimaTorzok